Пацаны, по традиции, с удовольствием отлакиваю первые 100 комментариев. Хотите поиграть за Зубастика Роналду, но не хотите отдавать 10 миллионов монет? Выход есть, друзья. Сегодня я хочу вас познакомить, друзья, с дешевой версией Зубастика Роналду. Сейчас, секунда перекуса, салатик ебну. В общем-то, друзья, давайте знакомиться. Финты 5, слабая нога 5. Все, что нужно знать про эту карточку. Стоит она 10 тысяч монет. Зовут его Цезар Фернандо Силва Мелло. Если коротко, то Тисиньо. Имеет аж 6 талантов со своим рейтингом 81. Статки прикольные относительно. Сегодня будем тестить эту карточку. Ни разу за нее не играл, но статки его мне приглянулись определенно точно. Типа 10 тысяч монет, 5 плюс 5, куча таланта. В общем, такая вот альтернативная дешевая версия Роналду Зубастика. И вместе с этим давайте я вас познакомлю со своим составом. На воротах Алисон, который упал мне в непродаваемом паке на ПЗ Фримпонг. На ЛЗ у нас Маласия. На центральных защитниках два голландских Биста. Касануиржо и Герту Рида. Бля, какие у вас фамилии тяжелые. Простите, пацаны. В общем, двое злорца, одинаковых лица. Оба изначально имеют позицию ПЗшников. Но их можно перестроить на ЦЗ. Слева у нас Гакпо. Я думаю, все, кто хотел, собрали этого Бистяру. Он у меня как суперсаб бегает. На ЦЗшники будем также тестировать новую карточку команды недели. Это Бруно Гимарайеша. Тут этот чел, чтобы дать сыгранность Тисиньо. В начале матча я его буду убирать. На АПП у нас будет Савио. Тоже в СБЧ вышел какой-то паренек. Не играл я особо за него, только в сквад баттлсах. Ну и, собственно, в паре с Тисиньо будет бегать Дан Жума. Будем тестировать в самых боевых условиях Викенд Лига. Ну а мне, в свою очередь, друзья, осталось лишь напомнить вам о своих спонсорах. Мои легальные хорошие друзья из компании Пари. Смотрите, какую толсточку классную мне подогнали. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин, на которые вы можете сделать ставочку. Куча крутых футбольных матчей проходит. Вот списочек, можете что-нибудь из этого выбрать. У них есть суперудобное мобильное приложение, которым я активно пользуюсь. А если вы, друзья, пройдете верификацию до конца, то получите отличный бонус в ребят в размере 1000 рублей. Ссылочка будет в закуплевом комментарии. А если вам нужны монетки, друзья, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin также в описании. Конечно, идти таким экспериментальным составом в Weekend League особо, наверное, не имеет смысла. Но я не за результатом здесь, опять же. Вы же знаете, в последнее время я очень много фанюсь. Пытаюсь получать удовольствие от геймплея, от интересных карточек. Смотрим на составчик. Серия А и немножко о ПЛ. Так, вот он Цисинья. Йоу, какая у тебя тяжелая моделька-то. Я думал, ты ловкий такой типок будешь. Йоу, еще мяча пролетел. Так, Данжума. Ага, Данжума, очень ловкий. Ага, Цисинья. Ну а нахуй, блядь, Цисинья первым ударом забивает гол. Хорош, молодец. Вот наш чип Роналду подлетает. Опа, Данжума, давай-давай-давай, братышка. Блядь, Ван Дайк летит, похуй, похуй на Ван Дайка. Здесь вот так вот, вот так вот. Вот так вот, блядь. Тебя, что за провал? Ну я в ахуй, хорошо, Алис. Блядь, шведой ударит, я уверен. О, блядь. Ебать, что с моими защитниками, алё? Ну это пиздец, повезло. Вот я и собрал рофл состав, блядь. 20 зешенька просто никакие, блядь. Провалы на провале. Блядь, нет, соперник просто лютый какой-то. Как он контролит мяч, это просто невозможно нахуй. Так, окей, next соперник, нихуя. Неста, Канте, Дембеле, Вениси. Блядь, ебать заряженные составчики у нас. Блядь, очередная какая-то потная срань. Я, блядь, хуй знает, как вскрывать такие вещи. Ладно, попробуем вот так. Вот так. Вот так. Тихо. Потом вот так. Вот так. Вот так. И вот так! Блядь, боже! Какая потная хуйня, блядь. Я забил, блядь, Данжума. Спасибо. Очередной первый тайм, где нихуя не происходит. По сути, блядь, у меня один удар и все. Давай. Давай. Давай! Хорошо, блядь. Идеально. Данжума дубль уже оформляет. Так, тисиня. Прибежал в защиту. Отобрал мяч, кроссовчик. Пока тяжело что-либо сказать про эту карточку. Каждый соперник потный. Не получается как-то пофаниться. Так, подождите. А вот здесь вот сейчас может что-то поучиться. Вот так вот делаем. Экстра пас. И тисиня забивает. О! Только начал говорить о том, что непонятно. А вот тут все ясно. Пустые забивать умеет. Молодец. Тогда играл бы уже до конца. 86-ая минута. 3-0, друзья. Тисиня. Лучший игрок матча. Гол плюс ассист. Данжума. Два гола плюс ассист. Вот так вот. Холланд, Венисиус, Дембеле. Ну, тоже разъеб состав Вальверда еще у него. Опа. Тисиня. Хорошо. Блядь. Перекинет. Хорош, блядь. Цисиня. Нихуя он побежал, блядь. Со своим пейсом 86. Я, конечно, ему накинул стиль сыграности. Может, поэтому он так забегал. Давайте еще раз забросим. Блядь, еще раз прошел. Блядь, ты что ебанутый, блядь? Данжума. Я в охуенезе. Блядь, ну пиздец. Нет, защита просто забейте. Два моих голландских ебаклака, блядь. Просто, блядь, ну ты урод или что? Блядь, да что-нибудь хотя бы, блядь, сделайте. Нет, защита это просто щит, блядь. Защита от слова щит. Устроили там, блядь, голландский штурвал у своей штрафной. Нихуя не получается. На нахуй, как я его разъебал в его же штрафной, блядь. Че, блядь, давай потанцуем, блядь. Брейкдан, знаешь, что такое? Вот так вот, да, красота. Блядь, ну цисиня, конечно, накрутил, навертел. Просто на кнопочке R1. Так, ох, 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 как вкачнули. Как вкачнули, друзья. Как вкачнули, друзья. На, вынимай, блядь, нахуй. 3-1, блядь. Бруно. Гимарайш тоже залетел на эту бразильскую вечеринку. Помянем соперника, который очень любил танцевать. Че, next соперник. Давайте смотреть, блядь, арауха. Если арауха в команде, это все, это габела, нахуй. Нормальный старт такой. Бля, ну, конечно, с поворотливостью у этого дешевого Роналду большие проблемы. Он прям очень деревянно чувствуется. Я думал, что он за счет финтиков будет вывозить. Ну, меня отпиздили. Ладно, в принципе, похуй мне. Ну, подумаешь, отпиздили, блядь, а? Да, блядь, да как этот хуй так, блядь, управляет своими модельками? У меня как будто в слоу-мо, блядь, все, я не знаю. Может, коннект ебаный какой-то очередной, блядь. Ну, поощрение, как будто у него все быстрее, блядь. Как он так быстро все делает, блядь? Опять эти два долбоеба, блядь, со своим голландским штурвалом, блядь, сидят там у себя в защите, блядь. Трочат друг другу, блядь. Я ебал эту команду. Соберу, как обычно, говно какое-то. И страдаю потом, блядь. В общем, по итогу этот матч проебал, собственно, как и следующий. Попал, так скажем, в тильтовое состояние небольшое. Понятно. Понятно! Просто, блядь, понятно, блядь. Все, у меня тильт идет, друзья. Опять Арауха. Здравствуйте, Криштиану Роналду, привет. Давно не слышались, не виделись. Ну, Арауха сразу же показывает, кто здесь батя, естественно. Кто синий он будет перехватывать. Это синяя! А нахуй, блядь. Вот его преимущество то, что он и с левой, и с правой может уебать. Все-таки пять звездочек дают о себе знать. Блядь, Арауха срубает просто с кровью, блядь. Я не знаю, может, я слишком много внимания на это акцентирую, но реально. Каждый ебаный раз, когда Арауха встречается, это, блядь, Мальдини в моменте просто. Охуеть, это что, блядь? Что мне залетает? Это просто что? Как он ударил, блядь, за этого ебаного Роналду, блядь? Что это за... Да, блядь, не мешайте друг другу! Итак, тильт ебаный, блядь, этой игры. Да, блядь, вставай! Хули ты лежишь, долбоеб, блядь! Да, тяжеловато, конечно, мне приходится играть. Так, всё, надо успокоиться, друзья. Я сам подписался на этот экспериментальный состав, блядь, Викинги. Хули я ною сейчас? Ну, справедливо можете задать вопрос. Хули ты ноешь? Сам, блядь, бомж составом пошёл и чё-то, блядь, выёбываешься. Да, блядь, всех прошёл. Но Арауха встал и стоит. Всё, он просто встал. Я в нём втыкаюсь, блядь, как в стену ебаную, блядь. Я плохой, блядь, просто плохой, блядь. Как меня ебут этой шведой, просто, блядь. Второй перехват пытался сделать. Не, всё, забейте, просто забейте, нахуй. Почему нет функции дать всем сразу ебаные контракты? Почему я по одной ебаной карте должен, блядь, отмечать и давать этот ебучий контракт, блядь? Как меня бесит, нахуй, эта игра в такие моменты, блядские. В чём, блядь, сложность отметить игроков, блядь? И дать контракт ещё у этого бородатого долбоёбанья тренера, блядь? Беси меня, хватит мне писать. Так, ну ещё ебаная, блядь, уже жаба. Как будто в аду, нахуй, блядь. Реально, в аду ебаным, блядь, нахожусь. Бум, шоколака, блядь. Охуенное название команды, блядь. Только истинный толпаёб мог назвать так команду свою, блядь. И мане хуйные, блядь. Боже, блядь, что за хуйню я забил? Видимо, только такие голы мне и светят, блядь. Какую срань я забил, прости меня, мой соперник. Хотя, в смысле, прости, иди нахуй, блядь. Любой соперник в Викенд Лиге, это, блядь, по умолчанию твой враг номер один, блядь, на ближайшие 20 минут. Вот так и забивает меня, блядь. Нахуенно, просто, блядь. Нормально, да? Я в модельке у женщины, блядь, какой-то. Блядь, ну просто легендарная игра. Блядь, у меня оба гола... Оба гола просто, блядь, на загляденье. Один крашит другого. Блядь, как же меня пиздят просто. Блядь, что происходит? Бля, хуля вы все спотыкаетесь? Это не смешно. Это не смешно! На, нахуй, блядь. Бруно Гуямараеш, 71 удар, чекайте, блядь. Блядь. Ладно. Не, ну если бы он забил, это было бы справедливо, считай, какие до этого ему два голешника положил. На. Все, друзья. Спокуха. Спокуха. 4-1. Съебался. Короче, викинг-лигу я, наверное, оставлю уже для норм состава. Сыграли, блядь, сколько там? 6-7 матчей, блядь. Или 8, я хуйня, я уже запутался. 5 плюс 4. Ну, честно, не особо карта понравилась. Типа, ну она очень деревянная. Несмотря на, казалось бы, его рост метр 7-7, он очень неловкий. Баланс говно. Но, короче, прям вообще грустно с дриблингом было его обращаться. Данжума 4 плюс 2. Как будто бы тоже ни рыба, ни мясо. ПП, ЛП как-то тоже особо не были заметны. Очень много потных матчей было от этого. И как-то особо состав я не прочувствовал. Про защиту даже говорить ничего не буду. Это просто Биба и Боба 2 долбоеба. Даже не вздумайте их ставить в свой состав. Вот этот парень мне понравился. Два голешника забил Бруно Гумарайш. В общем-то, вот такой вот ролик получился. Чип Роналда оказался не таким уж и Роналда. Даже близко не похож. Честно, просто срань какая-то. Поэтому, что я могу сказать? Отправляем его на трансферный рынок. Возможно, когда-нибудь подорожает. Я его так чисто по кликселочку закупил. В общем-то, такие дела. С вами был я, Пандос Фиксович. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Чао, какао.